Девушки отдыхают Папа недавно стал вегетарианцем На эту новость наша бабушка только и сказала Етишкин богомыш Теперь папа ел салаты в столовой А на берегу моря чурчхелу Он встречал солнце и ел лакоса Каждое утро И нас будил Чтобы мы вместе с ним шли заряжаться энергией вселенной Я говорила заклинание, которое работало Свобода выбора А Ленка брала туристический коврик Шла и досматривала сны на лежаке Тогда же у нас появилась новая фамилия Тогда же у нас появилась новая фамилия Благодаря соседке по этажу Она была такая кругленькая Очень важно вышагивала Водила на поводке Маленькую кривоногую По глазу собачку Тыкала в каждого ребенка пальцем Спрашивала Чей? Она и в нас ткнула пальцем ковриком И спросила Чьи? А мы Скоро Матвейки Папины Папины И через минуту услышали за спинами Эти девочки Нина и Лена Папины А еще был нечайный мальчик Загорелый спортивный подросток В него Соседка тоже ткнула пальцем Ткнула пальцем И спросила Спросила Ты чей? А он на бегу весело ответил Ничей И действительно Никто не знал Кто его родители И где он живет Лерка Влюбилась в ничейного Он подмигнул ей один раз И все Получил фанатку Она бегала за ним Под всю А вечером Обняв меня за шею Тараторила Какой же он загадочный Какой замечательный Какой замечательный Настоящий сын Принц Из ведомой страны В одно мое ухо Папа твердил Как здорово есть здоровую пищу А в другом Лера твердила Как здорово он бегает Плавает Играет настольный теннис Мне иногда хотелось Попрыгать сначала на одной ноге А потом на другой Чтобы вытвихнуть Как воды из ушей Бесконечные Как здорово Как здорово Но тут пансионат заселился Симфонический оркестр С полным составом С инструментами Скрипки, волторны, тубы Кварнеты, волторны, контрабасы, тромбоны и тубы Барабаны большой И малый И малый Фортепиано и арфа Все они Все они звучали С утра До вечера Во всех заколоках пансионата Быть И для меня наступил Етишким богоморьем Быть Одной хотя бы Изредка и нечасто мне Физически необходима Мне физически необходима Иначе Что-то важное И сияющее Внутри меня Начинает угасать Вот бабушка Меня понимала Когда я приезжала к ней То уходила в дальний угол сада А она говорила мне вслед Сходи Побудь сама с собой Сходи сама с собой И вот сейчас Я шла по утрам Не на пляж С папой И с Леной А наоборот В горы Там растилала на большой Благоухающей ветке сосны Клистический пол И сидела сама с собой Читала Смотрела, как меняется Все вокруг от заходящего солнца Слушала пение птиц Другу слышала я Где-то внизу Я посмотрела вниз Тайна сына принца Неизведанной страны Была раскрыта Ничейный мальчик Мел дорожку Его окликнул отец Дядя Сережа За хвост пансионата Они тоже Увидели меня И приветливо Помахали Я смущенно Запрылась книжкой Хорошая книга Тимул Притянулся на ветки Словно сам Ничего не весил Мальчик Который читал Ильфа и Петрова Здорово Они там всех победили Я еще не дочитала Сказала я Пойдешь сегодня на концерт? Пойду с Леной Она у тебя смешная Она не смешная Никто и никогда не смеет Называть мою сестру смешной Тогда смешная Тогда смешная ты И муж спрыгнул свет И дернул на себя в обре Книжка полетела в одну сторону А я в другую Тимур успел подхватить меня И я повисла на его плече полотенцем Голова болталась где-то на уровне поясницы Сына принца Попа торчала вверх Тут в моей жизни впервые рассоединились Мозг, тело и душа В душе было хорошо Как в детской игре Чик-Чик и Абдомик А тело мое знало Что подростку на плече которого Оно повисло полотенцем Я давно нравлюсь Особенно было приятно моей груди Чувствовать сквозь ткань футболки спину Тимура А мой мозг Заметил В то же самое время заметил Что иголки сосны Что иголки сосны Похожи на маленькие шпаги На маленькие шпаги Тимур аккуратно поставил меня на землю И все в раз соединилось Мозг, тело и душа Я встала на землю и завопила Ты псих ненормальный Он стоял столбом И уши у него были темно-малиновые Я побежала к морю К папе Елене Но увидела Сверху, как на пляже Быстро, как в Тетрисе Быстро и плотно, словно в Тетрисе Пляж заполняется людьми Я пошла к пансионату Я пошла к пансионату Но там в каждом закоулке Играла симфоническая оркестр И эта какофония очень точно И отражала мое состояние Я побежала поскорее к номеру И увидев у дверей Книгу И туристический коврик Затолкнула их Я фыркнула на них Как будто бы они были в чем-то виноваты И рухнула на кровать Стала думать Что же мне делать С душой и телом Которым так хорошо рядом с Тимуром Которым так хорошо Рядом с Тимуром Ленка Еще несколько дней Говорила, что на концерте он сел Совсем-совсем рядом А потом Переблюбилась в дирижера Папа Все-таки вывел Симфонический оркестр Полным составом на пляж И они так сыграли восходящему солнцу Водук радости Водук радости Даже я тогда встречала рассвет вместе с ними В местной газете Даже вышла статья Которая была несколько слов О нашем памяти Энтузиаст памяти Всем доказала Что самое прекрасное на свете Звучащее на свете солнца Классическое музыка Дядя Сережа Стал водить под ручку Пухленькую соседку И ее мопса На поводке А она наконец перестала всех спрашивать Чей? Наконец-то приехала мама Наконец-то приехала мама И мы все вместе пошли в ресторан Даже папа в тот день ел шашлык Из кабачка Из кабачка и сладкого перца Все смотрели на мою белокуру В красном платье мамы Музыканты по очереди посвящали ей романсы Особенно старался дирижер Папа смотрел на все это И улыбался Все шире и шире Но одни глаза в этот вечер Смотрели только одни Несмотря на южную ночь Я увидела Между горячим и рандом Лицо Тимура И когда Ленка приступила к мороженому Я спустилась вниз И уткнулась носом Прямо к нему в плечо Что он уставился? Ты когда уезжаешь? Ты когда уезжаешь? Моего вопроса он будто бы и не заметил Через неделю? А я завтра Словно пасхал К маме Тимур притянул меня к себе Крепко обнял И положил мне в руку Что-то круглое Завернутое в листок тетрадной бумаги Он притянул меня к себе И сказал Самое ухо Так громко Как будто бы он говорил Не в мое ухо А в мой мозг На долгую память Вырасту Вырасту Найду тебя Найду тебя Недавно мы с сестрой вспоминали то лето Музыкантов По всему контракт пансионата Оркестр полным составом Соседку Кругленькую соседку Ленка даже дирижера Дирижера И дядю Сереж За хоза А ничейного мальчика нет А ничейного мальчика нет А я когда Вижу сосну Всегда вспоминаю Тимура Шишку Пиней Завернутую в тетрадный лист Он подарил мне туда С тех пор прошло очень много лет Начались и закончились Известные и неизвестные войны Наша страна изменила свои очертания Сын принца неизведанной страны Искал меня повсюду И я в этом уверена Он сказал меня По рамею Папина Папина Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И теперь весь жакет покрылся Белыми хлопьями А у мамы сегодня Собеседование Скажи всем, что это перхоть Предложила Лена Она вышла на кухню вслед за мной Ничего с она ей в пижаме Иди сюда Мама притянула Ленку к себе Накинула на нее жакет И стала снимать с нее Маленькие белые бумажки Бумажки загружились в пустыне Стало сказочно Словно пошел первый снег Сказочно Богатая фантазия Говорили взрослые Спасу от тебя никому нет Спасу от тебя нет Спасу от тебя нет Говорила бабушка Я стала помогать Ленке Стала помогать маме Щипать Щипала Ленку Ей было щекотно Она хихикала Стой пожалуйста смирно Да Попросила мама Но Лена не могла стоять смирно Ну просто не могла стоять смирно Ей попала смешинка в рот И все Она хихикала Тогда мама Взяла Жакет Жакет Повесила его мне на плечи Мне на плечи И стала водить Роликом с липкой лентой По мне Ну то есть по жакету Когда ролик крутился вокруг живота Довольный жакет урчал А давайте его Антистатика Предложи Ролена Она принесла баллончик Сама пшикоти в разные стороны Я зачихала А когда открыла глаза Увидела Что все хлопья Снова прилиплижали Ты что принесла Завопила я Лак для полки Сказала Лена И попятилась из кухни Лена Принеси пожалуйста Широкий скотч Попросила мама Принеси пожалуйста Широкий скотч Она начала дирать Мама отрывала длинные куски скотча Принеси 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 К жакету И с треском Отдирала Отдирала вместе с бумажками Звук был Резкий Звук был очень резкий И неприятный А когда мне Слушно Наступает Вдруг 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 Жакет Жакет Словно орангутан Как орангутан Прошел выбрасывать вперед Обе руки Он помчался в спальню Да Там он затаился В углы широкой родительской кровати И сверкал оттуда на нас Металлическими Пуговицами Учти Мне Некогда Сказала мама Жакет Пульнул в нее Пуговицей Со своего рукава Давайте его шваброй Предложила Лена Жакет Сперемил пуговицей В нее Попал Моих девочек Обижать Моих дочек Обижать Сказала Машь вылепела Мама Но тут Позвонили в дверь И Жакет Сразу же Прикинул Все обычное Это пришел папа Он не любил Когда мама опаздывает И поэтому взял Машину со стоянки Чтобы отвезти ее в офис Да Ну и Ведьмочка Сказал папа Разглядывая маму Волосы у нее Разлохматились А глаза сверкали От гнева На жакет Твой наряд Опередил моду Опередил моду Сказал папа Разглядывая маму Без жакета Мама Мама И выскочила Выскочила из кухни Снег раздавали Сказал папа Увидев Бумажную взвесь Да Сказала Ленка Кинял с него на шею Папа поднял И ее поцеловал Мне стало так одиноко Папа Я ее так почувствовал И тоже Обнял меня И поцеловал Макушку Горошинки мои Горошинки Сказал мне слова Бабушке Папа с мамой Спустились вниз А мы побежали Проводить их Посмотреть во мной И тут увидели Что началось Настоящий первый снег Первый снег Лена высунула язык Она хотела так Достать снежинку Я тоже высунула язык И потрогала Оконное стекло Оно оказалось Холодное Как сосулька Такими нас папа и увидел Когда спустился вниз С высунутыми языками И тоже высунул язык Тоже решил поймать снежинку Когда мама вышла из подъезда И видела всех нас Всех троих С высунутыми языками Она сердит от высунутого языка Папа Завтра попала Завтра попала И открыл перцу Машины На следующий день Мама постирала Жакет Со специальным средством Со специальным средством И он Стал вести себя Как шелк Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неизвестно откуда прилетел мяч Непонятно откуда прилетел мяч Но он попал мне вбок Прямо вбок Там сначала что-то хрустнуло Что-то хрустнуло А потом Раздался противный Зам Потом я увидела, что по моей куртке Растекается Желто-коричливое Склизкое Вонючее пятно Было очень страшно смотреть в карман Я не могла посмотреть в карман Мне было мерзко Да, конечно же ты Я стояла В дальнем углу Нашей Двора нашей Магаина И воняло так Что хотелось заткнуть нос И убежать Лена так и сделала Сестра Лена Так и сделала Я стояла Столбом с красным Отстыда лицом Ужасная картина позора Страшная картина позора Пронеслась у меня перед глазами Мамы отводили малышей в сторону Торопливо отводили малышей в сторону Подростки на волейбольной площадке Перестали играть Перестали играть Все стояли Весь мир в зале В ожидании Когда же Вонючая девочка Вонючая девочка Пройдет мимо Тут прибежала Сестра Лена Она привела за руку Своего другу Костю Насморк у него не чувствует ничего Они схватили меня Один за одну руку Другой за другую И мы побежали Через весь двор К подъезду Я накрикнула Быстрее Мы добежали в подъезд Встали около лифта Задохнемся Сказал он мне Костя И мы побежали На третий этаж по лестнице Когда мы добежали Когда мы добежали до своей квартиры Костя Очень тяжелый шаг Повернулся И начал спускаться Обратно И крикнул Выходите Обладно На двору Мы позвонили два разных звонок Это обозначало Что мы пришли вдвоем Мама открыла дверь И увидела Счастливую Ленку И меня в слезах Что случилось Я не успела его покоронить Кого? Фу, как от вас воняет Сказала мама Это армины Уточнила Лена Мама затолкнула нас в комнату И начала ее снять Мама очень долго нам объясняла Что из магазинного лица Сколько ты ему не грей на батарее Цепленок был С ним Не может Еще нам говорила Что и с папой Ну как-то проще Живется Без вот этих вот наших Фокусов Сюрпризов И фокусов Лена Выстрелила На подоконник Медведя Это был тайный знак Косе Что мы с мамой кушаем Не выпьем Моя куртка могла в тазу Запах Протушивается Протушивается Никуда не влетучилось Хотя я очень долго тщательно вылась Наконец Наконец И принес На своей спине Большую сиренную Он приземлился Под сиренную Пришелье Когда я поснулась И увидела Что на подушке Радонса Лежит слабое В тени Как сиренную Духов Когда я понимала Кто ты С мамой Сон Дорогая Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это Наташа. Она автор рассказов, которые мы сегодня рассказывали. У нее есть сестра Лена, дочка Саша. Это Ирина. Она нас всех с вами сюда придет. У нее есть сестра Настя и дочки Варя и Полина. Я Женя. У меня есть сестра Алина. И когда-нибудь будет дочка или сын. КОНЕЦ КОНЕЦ